Ну а у нас на прямой связи Мария Максакова, певица. Мария, еще раз здравствуйте, рада вас видеть. Взаимно. Здравствуйте, Вадим, и я приветствую наших зрителей. Давайте начнем разбирать такие околополитические сюжеты. Например, смотрели ли вы интервью Оскара Кучера у Дудя, одна из главных тем, по крайней мере, в социальных сетях? Вы знаете, Вадим, я считаю, что мы непременно должны с этой темы действительно начать сегодня. Хотя, прочитав комментарии под нашим с вами предыдущим эфиром, я поняла, что все-таки и голубой огонек нуждается в более детальном обзоре с нашей стороны. Однако, безусловно, давайте приступим, так сказать, к перемыванию костей в свежайшей новостной повестке. Я на месте Ютуба, если бы я этим заведовала, просто вот на месте этих алгоритмов давала бы в качестве рекомендации следом за интервью, которое взял Дудь у Кучеры, давала бы интервью актера Панина для «Ходорковский лайф». Вот мне кажется, если бы это происходило следом одно за другим, то, наверное, меньше бы вообще в целом вызвало бы дискуссии и недопонимания. Это интервью столь нашумевшее, потому что действительно оно олицетворяло собой какой-то штурм, он драк, бурю и натиск. Но что же нам поведал актер Алексей Панин? Оказывается, связывала, ну, так скажем, общая юность, если не сказать, воспоминания о ней вот этих вот двоих некогда, видимо, гусаров. И, соответственно, выяснилось, что Оскар Кучера был не чушь тем же самым увлечением, что и Панин, в чём тот чистосердечно признался и сказал, что секс-драгс и рок-н-ролл, то есть секс-наркотики и рок-н-ролл, в частности, имелось в виду не только то, что они вместе нюхали, но и то, что, соответственно, Кучера был не чушь однополой любви. Не знаю уж, как это монтируется ныне в его скрепном сознании, но тут мне кажется, что Кучера послужил таким собирательным образом. Вот мне кажется, что это такая мозаика, сложенная из осколков сознания какого-нибудь Стаса Пьехи, Тани Булановой, Дима Билана, возможно, даже Полида Гагариной, упомянутой нами в прошлый раз. Но мне кажется, что вот Оскар Кучера мог бы послужить им всем таким баннером, лучше даже, я бы сказала, задником для фотографий. И там они могли бы красоваться на его фоне на какой-нибудь премии типа русского радио, потому что это же ведь настоящий символ вот этого русского патриота, который должен обладать тремя главными постулатами. Это беспринципность, тупость и непременно косноязычие. Вот в сочетании этих трёх компонентов и рождается вот это самое скрепное, патриотичное, новое, так сказать, расширское чувство. И общеизвестно, что настоящий, соответствующий патриот, он ведь, так сказать, русский язык, ему должен быть чужд. То есть его должно искренне раздражать всё, что связано с синтаксисом, уж не дай бог орфографией. Ну и, собственно говоря, он должен игнорировать склонения, спряжения. Это тоже всё признак скрепности. И желательно, конечно, чтобы его словарный запас был ограничен 33 словами, как у Элочки-людоедки. Вот таким образом и выявляется истинный патриот. И мне ещё, знаете, что показалось любопытным? Что Панин проводит довольно точное сравнение. Он как бы через запятую говорит про вот этого Кучеру и продолжает про Манучарова. Мне кажется, что вот эта Кучера с Манучарой — это тоже такие новые символы вот всего мною упомянутого выше. И я, кстати, хочу вам сказать, что там происходит нешуточный жабагадюкинг. То есть Кафелёк-Кафелёк-Садальский, скандальский, наверное, так правильно будет сказать, он, ну так сказать, периодически, что ли, возвращается к теме Манучарова. Потому что, как известно, у Садальского была звёздная роль, упомянутая мною Кафелёк-Кафелёк. А у этого нет. Этот отличился только тем, что, как выразился в одном из интервью, Садальский, значит, Манучаров просто постоял рядом с Путиным и спел какую-то там поп-песню, за что получил звание заслуженного артиста с точки зрения Садальского незаслуженно. Но я должна сказать, что он не просто этот Манучаров постоял. Он был ещё и доверенным лицом, если сказать, физиономии вот этого, ну так скажем, самовыбранного диктатора на вот этих псевдовыборах. И, учитывая регулярность высказываний Садальского о Манучарове, а там он ещё и дальше идёт, говорит, что он подлейший из подлейших. И, собственно говоря, это не мешает, безусловно, самому Садальскому периодически являться на эфиры к Манучарову, на его YouTube-канал. И там, естественно, происходит финал уже этого конкурса красоты с соответствующими финалистами — Навозным Жуком и Опарышем. Но мне хочется сказать, что надо не останавливаться на общих замечаниях по поводу вот этого самого Манучарова, потому что надо разобрать, ведь всё-таки из чего состоит это новое феноменальное явление. Во-первых, своим восхождением он полностью обязан Коле Баскову. Вот это тётя Коля из пергидроля, которая инвестировала всё, что могла в его карьеру. То есть Манучаров был в роли абьюзера, а Коля в роли, значит, страдалица невинной. И надо сказать, что он действительно вознёсся благодаря недюжинным усилиям Коли. И теперь уже он переключился на более, как, наверное, кажется Манучарову, прибыльного партнёра, потому что ныне его семейный подряд состоит из него и такого Дмитрия Копанцева. Он знаменит тем, что он всем известный фекальный сталактит. Он провёл когда-то исследование по поводу того, что же находится в замёрзшей российской канализации, и выяснилось, что там, оказывается, проросло невиданное доселе явление, которое он назвал фекальными сталактитами и сталагмитами. Я думаю, что стоит, безусловно, также процитировать его собственную исповедь, если не сказать кредо, которое он с удовольствием публикует в своих социальных сетях, где он утверждает, что он рядовой информационной войны, и что перед лицом медиаматери, значит, он торжественно клянётся жить, учиться и бороться, наплевав на все собственные нравственные устои, как того требует заказчик. Я, конечно, сомневаюсь, что там нравственные устои присутствовали, но он публично отрёкся даже от того, что там, возможно, когда-то было. И сейчас этот сталактит фекальный со сталагмитом составляют, собственно говоря, новую пару семейного подряда. Тот ему добывает задания из администрации президента, которые, по идее, надо было бы распространить по многим блогерам. Но зачем? Когда можно всё в дом, так сказать, всё в семью. Поэтому, не покладая рук и чего-нибудь там ещё, значит, Бунучаров постоянно снимает вот эти вот пропагандистские шоу на своём YouTube-канале. Странно, что это всё называется эмпатией. Эмпатия Мануфи, да, если не ошибаюсь? Да, хотя мне кажется, что это ровно обратное. То есть это такой цинизм неприкрытый, голый довольно-таки. Но сейчас они отправились в какое-то путешествие то ли, значит, в сторону пхукетских трансвеститов, то ли они отправились с курсом на сказочное Бали. И тут надо сказать, что Индийский океан, наверное, ими тоже выбран не случайно. Вероятно, следуя напутствию, которое произвёл главный оркофашист в гроб, сходя при этом Жириновский, посоветовав омыть сапоги в Индийском океане, похоже, что эти двое покаместь омывают чресла и лунные кости. Ну и, наверное, просто уж очень много удалось, так сказать, освоить пропагандистский бюджет, не пропадать же добру. Но ещё тут стоит сказать, что злые языки про Манучарова поговаривают, будто бы он свою сперму отправлял в США для суррогатного оплодотворения. Но самое интересное, что сделал он это не один раз, а для закрепления своей тайной любви к загнивающему американскому Западу. Дважды он это сделал. То есть он сделал совершенно бездуховно целых двух суррогатных детей, судя по тому, что сообщают злые языки, опять-таки, и жёлтая пресса, и оформил каждому из этих отпрысков или, так сказать, исчадий по американскому паспорту, чтобы избавить этих отпрысков от тяжести российских скреп. Вот, таким образом, мне кажется, мы вот этот вот блок, посвящённый новейшей пропагандистской истории, осветили. Не знаю, будете ли вы следовать пожеланиям наших зрителей, и будем ли мы возвращаться к теме «Голубого огонька», потому что я считаю, что всё-таки тема до конца нами раскрыта не была. Давайте вернёмся, тем более, что наш предыдущий с вами разговор посмотрели примерно 800 тысяч человек, и там действительно было много вопросов. Продолжить тему «Голубого огонька» и раскрыть потенциал ведущих «Голубого огонька», потому что «Голубой огонёк» формально, конечно, прошёл, но он продолжается, потому что те же лица появляются в различных шоу, на различных мероприятиях и, в общем, остаются преданными в том числе генеральной линии российской партии или российского руководства. Кто вас интересует, прежде всего, кому бы вы хотели посвятить свой? Я вам скажу честно, что меня из них не интересует ровным счётом никто, но мы обязаны разбираться в истории болезни вот этой психиатрической больницы, чтобы хотя бы понимать, куда ветер дует, потому что надо приблизительно представлять себе габитус и анамнез врага. Что сказать про упомянутого нами уже дяди, тётю Колю из «Пергидроля»? У него в паре была, как известно, тётя Лина из «Нафталина». И тут стоит, наверное, отметить, что целые две ведущие в гостях у сказки радовали в тот вечер, видимо, малоискушённого зрителя российской глубинки. То есть их должно было как-то по волнам памяти отнести в какое-то их глубокое детство. Ну, потому что, наверное, нынешний маразм, в котором они пребывают, он, наверное, сродни какому-то совсем детскому ясельному возрасту. Ну и вот, видимо, передача в гостях у сказки должна была их примирить. С действительностью, кроме вот этих квадриги, так сказать, примкнувших к ним ещё Малахова, которого мы, по-моему, обсудили в прошлый раз, была, конечно же, ещё пара крымских ведущих. Ну, это, видимо, уже специально, чтобы порадовать вот этого вечного вождя и фюрера, самоназначенного и, так сказать, обнулённого. Но мне кажется, что отличало всё-таки этот огонёк от многих других то, что по меньшей мере процентов 10 гостей этого торжества состояли из тех, кто себя очень величаво именовал военкорами. То есть в данном случае это такие обозные маркетантки и кликуши, соответственно, вагнеровские и генерального штаба. Мне кажется, что это такой подвид сытых болотных жаб, наевшихся помоечных мух и переквакивающих друг друга. Но надо сказать, что говорят они ещё менее связаны, чем упомянутые нами любители скрип, то есть там и 33 слов не находятся. Поэтому камера не слишком любила этих военкоров и старалась их, так сказать, как можно более компактно показывать. Ну и, соответственно, ощущалось, когда заученный текст у них уже, так сказать, редел в сознании, и тут надо было быстренько-быстренько как-то переключаться на других исполнителей. Мне было занятно наблюдать за исполнителем песни «В тот же вечер я умру». Филипп Бедросович вышел и увидел сидящих в первых рядах вовсе не тех, кого бы он привык там видеть, то есть каких-то красивых молодых людей. Как мы знаем, он очень падок на эстетику юности и юношества в особенности. А тут эти едва ли не высмаркивались, так сказать, на пол эти уголовники и не сплёвывали так что-то частично беззубый рот. Ну и надо сказать, что выглядел он, конечно, Филипп Бедросович, очень расстроенным, какое-то плохо прикрытое отвращение и огорчение, если не сказать отчаяние, проступало на его довольно-таки уже сильно округлившемся, если не сказать, так сказать, подопухшем лице. И вот эти вот и без того глаза на выкате грозились, мне кажется, вовсе покинуть орбиты. Он бы, конечно, куда бы больше обрадовался, если бы увидел в первых рядах, ну хотя бы, элитный эскорт, так сказать, из Кремля, из роты почётного караула, где они могли бы, например, предстать прямо в своих маскарадных костюмах вот с перьями на шляпах, причём костюмы эти, как известно, синие, и тогда бы, возможно, всё было бы так, как любят Путин и Киркоров, и цвет настроения у этого голубого огонька наконец стал бы синим. Ну и как какая-то злобная насмешка над российскими чмобиками убитыми прозвучала песня в исполнении Ларисы Долиной про снежинку, которая не тает, ну и на ладони не растает. И вот, вы знаете, когда эта женщина была вполне успешной джазовой певицей по советским меркам, то как-то она выглядела несколько иначе, и кто бы мог подумать, что вот так всё изменится. На её примере можно отчётливо проследить, что происходит с исполнителем, который вовремя не ушёл со сцены. Она превратилась во внешнее воплощение своего внутреннего содержания. Злая, одинокая, без корней, женщина-манкурт, одобряющая бомбёжки, родной для неё Одессы, я думаю, что она совершенно напрасно обижается, когда её сравнивают с мумией из сериала ужасов под названием «Байки из склепа». И думаю, что при её жестокосердии и агрессии, наверное, никто бы не удивился, если бы снежинка не только на ладонях, но даже на её лбу бы не растаяла. И тут мне бы очень хотелось вспомнить пророческое выступление Максима Галкина. Как-то раз он рассказал про в их исполнении ЛГБД, то есть Лепс, Газманов, Бабкина и Долина. Назвал он всё это дело кооперативом судорога, чем, конечно, вызвал судороги, если не сказать, конвульсии смеха в зрительном зале. И я даже допускаю, что стадию предсмертной конвульсии этот кооператив уже прошёл. И сейчас мы стали невольными свидетелями восставших, если не сказать, изгумированных из ада. Ну и вишенкой на торте, если не сказать, бантом на чёрном пакете и с фигой кармани, вот в этом шалмане выступил Сергей Лазарев. Сам он себе выбрал песню так эксцентрично или посоветовали ему, мне сложно сказать, но всё-таки это довольно странно спеть этим путинским патриотом, считающим, что Россия это островок стабильности в океане загнивающего Запада. Он неожиданно станцевал песню «Остров невезения», обозвав всех присутствующих. Людьми-дикарями, которые плачут, не жалея слёз, ну и которые, соответственно, рыдают бедные, клянут беду, потому что крокодилы у них не ловятся ни в одном году. Ну и надо сказать, что такого троллинга, безусловно, давно уже не было на центральных Орчих каналах. Стоит отметить, что сам Сергей Лазарев тоже, кстати, не чуждый суррогатному материнству американскому, как, между прочим, и упомянутый нами Киркоров, по большому счёту, эту троицу можно было бы, так сказать, объединить этим общим тяготением. Так вот, в первые дни агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину, Сергей Лазарев попытался что-то очень скромно нацарапать у себя в Инстаграме слегка с антиво... робко антивоенного содержания, так бы я сказала, но очень быстро удалил это всё дело и поехал в тур по деревням и весям, значит, соответственно, под вот этим флагом с путинской свастикой. Ну и его поклонники стали, собственно говоря, объяснять такую переменчивость во взглядах, собственно, тем, что он побоялся, что вот этих самых суррогатных детей у него могут отнять, как известно, для этого специально издавались особенные какие-то законы, потому что теперь, значит, в однополой семье в России скрепных детей воспитывать больше невозможно, которые, опять-таки, как и у предыдущих двух, тоже являются, тем более, что гражданами США. Но я полагаю, что разгадка этой метаморфозы кроется совершенно в других обстоятельствах. Дело в том, что ближайший друг Сергея Лазарева, так сказать, криптомошенник и пирамидочник Алексей Малиновский, вот, так сказать, собирал до того большие деньги и попался. И когда пирамида этого Малиновского, собственно говоря, рухнула, то он скрылся на приблизительно половину года в Таиланде. Тоже, видимо, мочить сапоги в этом самом, в Индийском океане. Или чересла, или что там ещё. Но Сергей приложил там немалые усилия для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, помочь этому, значит, своему партнёру вернуться в Россию. Собственно говоря, он вернулся и даже попытался заделаться певцом. Вот в это приблизительно время Лазарев опубликовал свои первые робко-антивоенные, первый, вернее, робко-антивоенный пост. Ну и, судя по всему, ему из органов тут же сообщили о несвоевременности таких размышлений и о том, что вот этот вот Малиновский может немедленно отправиться в Бутырку и даже под Шконку. Ну и, наверное, завершим мы сегодняшний наш анализ ещё одним таким довольно громким высказыванием. На этот раз отличился депутат Вяткин. Дмитрий Вяткин. Про Солженицыну, да? Да. Про архитологула как раз. Он сказал, что из школьной программы надо извлечь, то есть изъять книги, которые, с его точки зрения, не прошли испытания временем. То есть Единоросс стал заявлять, что якобы Солженицын высосал из пальца несуществующие якобы факты, что такого не было, и то есть, как не факты, то есть не факты, а вымыслы, получается, что всё это про репрессии всё вы врёте, и что единственное, что он хотел сделать, это вымороть в грязи собственную родину. В связи с этим, мне кажется, вы знаете, особенно вспоминаются ярко кадры 2010 года, когда вдова Солженицына так повдобострасно радовалась тому, что адаптированная версия произведения её мужа Архипелаг Гулаг попала в школьную программу, вот единственное, что надо заметить, совсем недолго она там, вернее, он там удержался, то есть, наверное, было бы куда правильнее и лучше включить в школьную программу более пророческое произведение Владимира Войновича Москва 2042, о которой ещё во времена СССР смею напомнить предсказал весь этот русопятый лубок с отцами звездониями из РПЦ и, собственно говоря, с героем, там есть герой Сим Симыч Карнавалов, вот взял, он, видимо, за основу непосредственно Солженицына, который после возвращения в Россию так сблизился с маргинальной властью, кстати сказать, люмпенизированной полностью, то есть, со шпаной кремлёвской, и я думаю, что человеку его масштаба, ну, как-то сказать, сложно было бы, наверное, не разглядеть вот этих всех тенденций в этом люмпении, но я думаю, что если бы вот так он дальше продолжил в этом духе, то неудивительно было бы, если бы и сам Солженицын в какой-то момент поставил бы вопрос об удалении своей собственной книги «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. Ещё одна тема, которую хотелось бы обсудить, это история, которая произошла в МХТ имени Чехова. Хабенский увольняет Назарова. Назаров не стеснялся и высказывался прямо по поводу того, что он думает об войне, о широкомасштабном вторжении России в Украину. Как вы оцениваете этот эпизод и на что вы обратили внимание? Я обратила внимание на то, что очень много лицемерия и лжи. Надо сказать, что почему-то российская пресса очень охотно перепечатывает мои высказывания о разнообразных своих вот этих артистах. И я в связи с тем, что он вытворил с Назаровым, сказала следующее. Во-первых, Назаров не просто популярный артист, он ещё и раскрылся как очень талантливый баснописец, по сути, скажем так. То есть он пишет очень острую сатиру, актуальную, политическую. Сам, конечно, пишет её для себя и поэтому, конечно, очень ярко её читает. Эти его ролики расходятся миллионными просмотрами. и вот, собственно говоря, мне кажется, что профессиональную пригодность артиста Назарова невозможно поставить под сомнением. Когда театром, допустим, руководит какой-то режиссёр, то им вообще часто приписывается некая деспотичность и по отношению к актёрам часто некое самодурство. Но когда вы меня извините, руководит театром «Коллега по цеху» и поступает до такой степени людоедским образом не только с самим артистом Назаровым Дмитрием, но и с его женой, то тут, естественно, сразу начинаешь вспоминать собственные высказывания Хабенского о своей жене, которая некогда умерла от рака, и он выходит всё это время притворялся таким страдающим и благородным Квазимода, а ныне уволил не только Назарова, но и супругу Назарова. То есть поступил совершенно не так, как прежде декларировал, и приходится усомниться во всём, что он делал ранее, значит, и раньше было много вранья и лицемерия. Хотя я знаю, что для многих Хабенский стал большим разочарованием вот как раз в связи с его последним поступком, то есть он прогнулся под власть. А вы знакомы, кстати, с Константином Хабенским? У вас был опыт общения с ним? Ну, так сказать, находясь там, мы все здоровались. Поскольку всё-таки я из несколько другого цеха, то, безусловно, с артистами я общалась больше в качестве ведущей программы романтика-романса, потому что туда мы часто приглашали поющих артистов. но к таковым вроде бы как Хабенского отнести сложно, поэтому у меня не было с ним, я не припомню с ним каких-то воспоминаний, чтобы, знаете, на одной площадке выступали или где-то были в каком-то одном проекте связаны. Возможно, я просто чего-то сейчас не вспоминаю, но мне в голову сейчас ничего не приходит. А Боярский, кстати, из поющих артистов с Боярским доводилось, потому что как раз у нас недавно был Борис Вишневский из Санкт-Петербурга, один из представителей партии «Яблоко» и депутат законодательного собрания, и он как раз отмечал, что Боярский стал практически певцом режима, певцом Владимира Путина. А с Михаилом Боярским не приходилось вам взаимодействовать? С Михаилом Боярским, наверное, приходилось взаимодействовать любому человеку, который на сцене находится там так или иначе в кино, в театрах, поскольку Боярский был везде всегда и постоянно, так как Боярский еще, кроме всего прочего, считается любимым артистом вождя. Это такие поющие аденоиды про такси зеленоглаза, которые почему-то пришлись очень всем по душе, и мало этих аденоидов, вот эти все однотипные роли, постоянно одно и то же, то есть, я не знаю, как вам сказать, так удачно торговать, ну, некоторыми отклонениями, это надо поучиться. Я думаю, что секрет его популярности кроется в том, что он очень удачно был расквартирован, то есть, дом, где жил Боярский, это тот же самый дом, где в Санкт-Петербурге, Ленинграде тогда, где также жил Собчак, куда постоянно наведывался Путин, и это еще не все. Еще в этом доме жила Ирина Никитина, и, возможно, до сих пор живет, а это уже супруга Ралдугина. У этой Никитиной в квартире, между прочим, несмотря на такие, сказать, еще строгие советские времена, была даже баня. Тут я уже даже теряюсь в догадках, моей фантазии просто не хватает, чтобы, ну, так сказать, описать вам, что могло происходить у Никитиной в бане между Путиным и Ралдугином. Тут, наверное, пускай какие-то более остроязычные наши комментаторы пустятся в предположение, а я с удовольствием почитаю эти комментарии, может быть, что-то мы возьмем в будущем на вооружение. Предполагаю, что своей более тоскливой жене Путин сообщал, что идет держать некий очередной отчет перед руководителем своим Собчаком, а сам заходил, наверное, вначале попариться в баню к Никитиной, а потом послушать «Зеленоглазое такси» в исполнении аденоидов Боярского. Ещё вопрос. А что с Сергеем Шнуровым? Вот часто приходилось раньше слышать о том, что Сергей Шнуров на самом деле человек умный, практически нобелевский лауреат, но просто он понял, как нужно разговаривать с большинством и нашел вот этот формат, и поэтому группировка Ленинград стала такой успешной. Как вы считаете, вот Сергей Шнуров сегодня в современной России является, ну, грубо говоря, на какой ступеньке в этой иерархии музыкальной, не знаю, или какой-то ещё он стоит сегодня? Ну, я, как вам сказать, могу только проанализировать его сближение с властью. Во всяком случае, я видела, как на его концерты всякие там разные сотрудники администрации президента ходили ещё там не одно десятилетие назад. Поэтому я даже смею предположить, что это был некий проект, который вот так вот развивался в меру, безусловно, андерграунда и такого фрик-одарённости самого лидера, значит, группы Ленинград. Ну, что касается нынешнего состояния и его основного, наверное, заказчика, то мне им видится всё-таки Пригожин, который использует Шнурова для борьбы с Бегловым. А там, наверное, идут свои какие-то дерибаны бюджета, на которые, видимо, уже позарился либо сам Пригожин, либо какой-нибудь из его ставленников. Возможно, что Беглов не устра... вернее, Беглов не прислушивается к кадровым рекомендациям, которые получает от Пригожина. И, наверное, перед тем, как зайти со своей теперь уже всем известной кувалдой, он перед этим в качестве собаки и щейки на шнуре отправляет туда, соответственно, солиста группы Ленинград Шнурова. И тот для начала занимается компанией по очернению Беглова. Хотя, вернусь к тому, что среди вот этого, среди этого жаба-гадюкинга я бы не стала выделять кого-то в качестве даже маломальски положительного героя, это именно что борьба плохого с худшим, если не сказать отвратительного с омерзительным. И в связи с этим, думаю, что где, так сказать, ну, посытнее, что ли, зёрен насыпят, там, наверное, вот этот вот якобы правдоруб, а по сути матершинник, и находит своё тёплое пристанище на некий период времени. Кстати, вопросы в том числе приходят от наших зрителей, спрашивают, а не пишут ли вам коллеги, знакомые, о которых вы говорите, потому что, опять же, упомяну наше интервью, его много людей посмотрели, было много комментариев, кто-то же может обидеться на то, что вы говорите. Не пишут ли вам, например, Лариса Долина или там кто-то ещё после выступлений? Вы знаете, с Ларисой Долиной у меня сегодня дебют, ей пока было не на что бы реагировать, но думаю, что все они, она и остальные утрутся в тряпочку и молчком. Это, собственно говоря, теперь их основная линия поведения, как и их главного вождя, потому что вождь их терпит одно поражение за другим на фронте, и каждое это поражение тщательно замалчивается. То есть они все в этот момент набирают в рот воды, наверное, не меньше, чем флагман Москва в свои трюмы. Поэтому они молчат в таких случаях, когда им тычешь мордой, тем более вправду. Они не говорят никогда про бег доброй воли ни с острова Змеины, ни из-под Харьковщины, ни из-под Киевщины, Сумщины, ни уж тем более из Херсона. И, соответственно, думают, также точно промолчат все упомянутые нами в этой предыдущей передаче. Ну, что я могу вам сказать ещё к тому? Моя, так сказать, пружина реванша, если уж на то пошло, долго набирала силы. Они, в свою очередь, выспались на мне и на моём имени, выдумывая всё подряд и очерняя меня, вся пропаганда работала, все, наверное, ну, если не сказать, сейчас, может, отвлеклись, но первые пять лет, как только я переехала жить в Украину, у них не было ничего интереснее, кроме как раз в неделю, а то и чаще, но это меньше, раз в неделю разбирать меня в разнообразных ток-шоу на всех своих центральных канавах. они довели ситуацию до того, что я стала самой кликабельной женщиной Яндекса 2017 года. Ну, я, как вам сказать, думаю, что упражняться со мной в красноречии этим со словарным запасом Эллочки и Людоедки будет весьма затруднительно, но, однако, я поднакопила за это время ну, так сказать, некоторое лёгкое раздражение, которое позволяет мне черпать, можно сказать, из их же собственных аналов неиссякаемое вдохновение. На сегодня кто вас вдохновляет, кстати, уже в завершение больше всего из российского шоу-бизнеса, скажем так? Вадим, о чём вы говорите? Это такая россыпь, такой калейдоскоп, разве можно остановиться на каком-нибудь одном фрике, когда тут просто глаза разбегаются. Ещё вопрос спрашивают, а как вы относитесь к Ксении Собчак? Отвратительно. Ксения Собчак это светская троянская лошадь, которую выдавали долгое время за ну, так сказать, якобы представителя либерального лагеря, некоторого, там, значит, движения в пользу демократических перемен. При этом она была спойлером номер три президентских выборов, то есть первой была Элла Панфилова, потом Ирина Хакамада, эти все, они все занимались одним и тем же легитимировать, легитимизировать вот эти псевдовыборы. Балаган или водевиль под названием выборы, теперь-то это вообще уже смешно, потому что после голосования трехдневного на пеньках за уничтожение Конституции, наверное, вообще смешно говорить про выборы, но последний, третий, так сказать, в третьем составе этого заезжего цирка выступила как раз-таки вот эта светская троянская лошадь Ксения Собчак. О ней очень красноречиво говорит Евгений Чичваркин, всем рекомендую к просмотру, он это знает, наверное, в большей степени изнутри, потому что сталкивался с ней непосредственно в те моменты, когда она и занималась вот своим привычным занятием, то есть провокаторством и подстрекательством. Она изображала из себя часть вот этого демократического лагеря, на самом деле и в том числе на канале «Дождь», ведя много лет разнообразные программы, занималась тем же приблизительно, что и Алексей Венедиктов на «Эхо Москвы», но тот, так сказать, работая еще параллельно огородным пугалом, косил под такого бунтаря-либерала, что абсолютное вранье, и, естественно, из его биографии следует ровно противоположное, а это, наоборот, закончило МГИМО, делала вид, что она вот за какие-то там новые векторы развития выступала, и даже, даже единственное, что мне понравилось от всего того, что она изрыгала, это то, что она в какой-то момент заявила, что Крым — это Украина. Тут я подумала, да, ну, как сказать, видимо, ей разрешили это сказать, потому что она считается, собственно говоря, крестницей Путина, enfant terrible такой, который призван развлекать его, ну, и для того, чтобы на ее вот эти, так сказать, заманухи больше клевало неискушенных, если сказать, наивных зрителей или вообще последователей, то, видимо, ей разрешено несколько больше, чем другим. Ныне ее последний ваяж с паспортом израильским многих удивил. Тут следует, наверное, вспомнить все связанное с получением ею израильского гражданства. Не знаю, как это сочетается, потому что, скорее всего, основанием была выбрана то есть репатриация, видимо, эта линия была выбрана ею, но это мое предположение. Каким образом это коррелирует с отправлением православного культа и с поездками в православном катафалке на венчание в русскую православную церковь, не знаю. Также не могу сказать, получил ли самец богомолов также израильское гражданство. Если да, то в отношении его опять-таки было сделано исключение, он продолжает руководить бюджетным предприятием, то есть государственным российским театром. Ну, если нет, то тогда, наверное, все-таки фамилия у него говорящая. Вот. И, собственно, что тут еще можно добавить про ее разнообразные похождения? Ну, всех отсылаю все-таки к интервью Чичваркина, это очень интересно и красноречиво. По поводу у нее самой, мне кажется, уже все, особенно после последнего, как правильно сказать, эскорта или вояжа, вот после последней поездки ее, наверное, уже оставшиеся наивные протерли розовые очки, она вернулась с челобитной, то есть она пошла просить прощения, она, конечно же, неуемна в своих аппетитах финансовых и, безусловно, расплодив разнообразные телеграмм-помойки, она, конечно, как я понимаю, ну, вернее, так, наверное, следователи думают, что она на коммерческую поставила это все стезю, то есть как упоминание и неупоминание кого-то, так и, соответственно, ну, расследование или не расследование в каких-то отдельно взятых случаях, то есть речь идет о каких-то госкорпорациях и казнократстве, последний скандал возник из-за того, что она покусилась, значит, этим своим копытом нацелывать Чемезова, у которого, собственно, я так поняла, на коленях прощения и просила, вот, ну, может быть, поза была какой-то иной, это мое допущение, и, соответственно, те двое, которых она в итоге сдала, думаю, получат сроки, ровно как и Илья Яшин, она была долгое время его спутницей жизни, однако, никто не видел ее с пикетом у суда, где проходила расправа над Яшиным, и она, собственно говоря, никаким образом не призывала к справедливости в отношении своего бывшего партнера, ну, не знаю, по-моему, я описала ее, так сказать, общий облик. Ну что ж, Мария Максакова, была с нами продолжение разговора, который мы начали где-то примерно две недели назад. Спасибо, Мария, и до следующего раза, всего вам доброго, до свидания. Спасибо, Вадим, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok